План работы на этот год намечается немалой. Помимо основной деятельности, как просветительской, так и гуманитарной, Красный Крест планируют в декабре и ноябре провести новое занятие по оказанию неотложной помощи. Любой желающий сможет обучиться азам необходимых действий в ситуациях, когда возникает угроза жизни человеку. Бывают разные случаи, чтобы люди могли оказать и подавление, если вдруг какой-то крист, они знали, как это распознать, что первое сделать. При, допустим, даже утоплении, при астме, при разных ситуациях, чтобы они не терялись. То есть они же сразу, ведь если не растеряешься, можно сразу человека здоровее, так и привести в чувство. Также в этом году 12 молодых энтузиастов Красного Креста проведут в учебных заведениях города занятия на тему «Предупреди СПИД». Они затронут как образовательные учреждения, так и техникумы. Подготовилось 12 человек молодежи. Приезжал инструктор из Архангельска, которые владеют формами, как знакомить молодежь, как рассказать им про это заболевание. Кроме того, у нас еще здесь идет образование по поводу туберкулеза. Что такое туберкулез? Хотя говорят, что его уже изжили, его нет. На самом деле очень много больных, которые страдают туберкулезом. И как себя оберечь от этого заболевания тоже очень важно. Просветительская деятельность Красного Креста касается не только медицины. Любой желающий может больше узнать про эту организацию и при желании присоединиться. Мы планируем продолжить те программы, которые у нас существовали в прошлые годы. Это, во-первых, информация о состоянии, о самом Красном Кресте, о его деятельности на территории России, Архангельской области. Не менее важной частью работы Красного Креста является гуманитарная деятельность. В первую очередь это помощь нуждающимся. Люди приходят в Красный Крест за одеждой, вещами и никогда не остаются без поддержки. В 17-й школе у нас питается 40 человек за счет Красного Креста. И выделяется более 2 миллионов на питание нашим детям. Если не будет здесь нашего, так сказать, местного отделения Красного Креста, то и этого не будет. Я считаю, это достаточно значительный вклад в то, что может Красный Крест реально. Кутласское местное отделение «Российский Красный Крест» в нашем городе осуществляет свою деятельность 36 лет. За эти годы организация помогла тысячам людей, как в Кутласе, так и за его пределами.